Добрый день, коллеги, друзья, интересующиеся Японией, просто хорошие люди, кто сегодня пришел. Тему, которую здесь заявлено, очень большая, очень объемная, содержит много нюансов и, соответственно, рассказали, что он быстрее и скорее здесь затянется. Поэтому я буду говорить конспективно, многие моменты будут на самом деле опущены. И если какая-то тема, какой-то раздел этой истории для вас будет особенно интересен, потом задавайте вопросы, расскажу более подробно. Ну и в любом случае в дальнейшем будут другие лекции смежной тематики. Меня вообще зовут Александр Мартынов, то есть я представляю в том числе школу Консиль Сюдэн Катори Синтарю. Это старейшая оружейная школа Японии национальное достояние. Мои коллеги сегодня еще выступят, показывают вам технику. Тоже можно будет посмотреть, как именно развивалась оружейная техника, как она превратилась в современные виды боевых искусств. Ну и примерно уже понимать, как сражались в прошлом, теперь уже в настоящем. Вообще, коллеги, многие знают про боевые искусства Японии. Давайте, кто какие знает боевые искусства в Японии? Кендо. Кендо. Айкидо. Айкидо. Дзидзюцу. Дзидзюцу. Кюдо. Кюдо. Стрельба из лука. Матахайя шнырю. А это школа уже отдельная. Ну, старая школа. Это не направление прямо это, да. Ну, в целом, да. То есть, самое популярное назвали. То есть, как правило, вот, можно посмотреть. Это наиболее распространенно, наиболее известные на данный момент боевые искусства Японии, по которым, собственно, фильмы снимают, рассказываются, выступления проводятся. Они известны. Но все ли мы реально знаем о боевых искусствах Японии? Обратите внимание сейчас на слайд. Можно увидеть, что почти все эти искусства являются новоделами. Это последние, в сути, конец 19-20 век. Это, причем, часть из них, собственно, названные айкидо, дзюдо, джиу-джитсу, они восходят корнями к более древнему боевому искусству джиу-джитсу, в борьбе. Ну, и, соответственно, кюдо называли и забыли почему-то сумно. Точнее, понятно, почему это очень национальная традиция. Вот они как раз древние. Но на самом деле, боевая культура, военная культура исполнения гораздо богаче. Только посмотрите, вот это является только основными оружейными школами, направлениями, направлениями, неправильно сказал. Одно только кензю-джитсу, искусство меча распадается на, собственно, кензю-джитсу, искусство меча. Кендо – это современное спортивное направление. И яйдзю-джитсу, яйдо, выхватывание, атака. Это, опять же, рио-то-нито, это два меча широко разрекламированных. Это, опять же, работа с более длинными мечами тати для всадника, ногамаки против всадника. Но, кроме этого, в Японии использовались, собственно, упомянутый лук, копье, шест, ноги нато. Это только основные орудия. Давайте посмотрим дальше. Используют более редкие. Это, конечно же, палка, короткий меч, танто, вакидай, шкадати. Метание, сюрикены – это барибар, дзю-джюс, упомянутый, яваро, дзюсу, доспеха. Это серцепи и, например, огнестрельный оружие, где считается, что не было популярно. Было. Было очень популярно. Хорошо умели с ним работать. И были вспомогательные искусства. Это искусство верховой сды, шпионаж, фортификация, гипноз, связывание. Да, я закрыл, извиняюсь, очень-очень много. Как все это возникло? Давайте вернемся к самым истокам, откуда все это и пошло. Как началась война, как начали боевые искусства Японии, как они повлияли на жизнь, на культуру, на социум. Обратите внимание, даже в легендах и мифах Японии эта страна была создана с помощью оружия. Идзанаки, Идзанами, первый мужчина, первая женщина спустились по божественной лестнице, взяли священное копье, поводили в океане, достали, упали капли, образовали он агору, остров. Ну и другие острова Японии. Легенда, миф, но близкая к правде. Действительно, Япония была создана благодаря водовороту, который породило оружие. Изначально их заселили прото-Айнские племена. Они, неизвестно точно, откуда они взялись, но они были похожи на нас. Это были белокожие, с европейскими достаточно чертами лица. Поэтому, спустя многие сотни лет, у японцев был шок, когда встретились с европейцами, у которых они, ну, белокожие, это варвары для них были. А тут приезжают на кораблях с пушками. Разрыв шаблона. В дальнейшем, с Корейского полуострова на Японский архипелаг переселились племена, вооруженные бронзовым оружием, и попросту вырезали большую часть айнских племен, составив японский этнос. Но полноценное развитие, как государство, оно произошло в результате другого военного водоворота в Китае. В двух провинций, большая миграция. И из этих провинций Япония получилась более развитого, по сути, на тот момент Китая, управленцев, чиновников и ремесленников. Таким образом, благодаря войне на окружающих землях, благодаря переселенцам, было создано японское государство, Ямато. Изначально. В пятом веке. И на тот момент, на тот момент, уже у них сложилась своя религия, синтаизм. Вера во множество духов. Но в момент создания, как вы понимаете, из Китая они, естественно, заимствовали не только технологии, но и культуры. В том числе буддизм. Очень активно распространялся буддизм, очень легко был принят синтаистами, потому что синтаизм, кто знает, вера в множество духов. Ками. Сами японцы традиционно называют, что 8 миллионов разных камей, на самом деле, их не сечествуют. И Будду восприняли как вот еще одного камня. Кто-то может спросить, кто хорошо знает Китай того времени, а почему буддизм, а не конфуцианство, которое более было распространено. На самом деле, аккумулировали, симилировали обе этих религии. То есть, вот можно посмотреть, святого Тайси, это принц японский, его потом позвали святые добродетели. Он был главным пропагандистом буддизма, он считается основоположником японского буддизма. Даже он в своих трактатах писал. Во-первых, посмотрите, разве может кто-то перестать уважать и возносить молитвы небесным и земным богам? Он говорит, что надо поклоняться духам, все в порядке, это религия наших предков, То есть, с синтаизмом он будет легко подружил. Будда это еще один камень. Просто очень-очень могущественный. В нового текста уже встречаются конфуцианские положения по управлению государством. То есть, вот закон из 17 статей вполне относятся к практике управления из Китая. Но на тот момент Япония еще не доросла. Ни бюрократически, ни иерархически, ни по общественным нормам, чтобы принять конфуциансы. Но на протяжении всей истории к этим догматам возвращались. Будет дальнейшим это увидеть. Первый... Ну, в этот момент как раз происходит первая попытка упорядить свою историю. Появляются кодзики. Это книга легенд, мифов истории Японии. И уже там говорятся про первых мастеров оружейных искусств. Кюдо и Сумо. Но Сумо осталась традицией. Это отдельная тема, очень большая. Кюдо. Искусство стрельбы из лука. По китайской традиции, оно было разделено в Японии на военный и гражданский выстрел. Военный выстрел включался ягусами. Это стрельба верховая. То есть стрельба с коня. Сложная стрельба, по тем, конечно, пониманиям, что для войны полезно назначалась. То есть на скакуна попадают небольшие столбики, фавлажки, причем как вперед стреляют, так и назад. И иномона. Стрельба подвижущейся мишень обычно использовали собак, стреляют тупыми стрелами. Для нас в аварс. Тогда это, опять же, это следование традиции было, потому что изначально лук был охотничьим оружием. А теперь это, опять же, отработка боевых навыков подвижущей мишенью. Но была еще одна сторона, которая европейцам не всегда бывает понятна. Это ум ханаре. Это гражданский выстрел. Здесь уже и так было важно попасть. Правильно. Сделать правильно. Правильно. Вот что было в нем главное. Правильно выйти. правильно взять оружие. Правильно наложить стрелу. Принять правильную позицию. Правильно натянуть лук. Правильно пустить стрелу. Не важно, даже попал ты или нет. Ты можешь промахнуться, но ты молодец. Потому что все сделал правильно. Немножко странно для нас. Но это позволяло победить суету, страх во время сражения. Летят стрелы. Я пытаюсь убить тебя, раны. Что-то ветер, хаос полный. Ритуал спокойно поднял, пустил. Ни о чем не задумываешься. Четко в цель. Очень буддистская практика. Но у этого была еще одна сторона. Очень важная для понимания иконцев. И это очень тяжело понять нам европейцев. Посмотрите на этот статус. Это из гораздо более поздней книги. Широко известная Хагакура. Что здесь говорится? Даже если я свернем кровью, даже если большинство отвергают меня, я буду продолжать молиться и буду делать то, что я делаю. Для нас европейцев есть в этом противоречие? Как считаете? Как вы вообще воспринимаете такие слова? Испорчен человек, да? Да. Так, еще мнение? Нет, а как же? Бей всех, а Господь своих узнает. Иезуиты? Да, ты уже ближе к иезуитам. Ну да, у нас тоже такое. Христиан практиковалось так. Ну хорошо. Здесь интереснейший момент связанный с мышлением вот этого синтеиста. Японцы древние, они жили в очень трудной среде обитания. То есть ты живешь, и тебя может убить все вокруг тебя. То есть ты молишься такой, не знаю, духом реки. Причи, звери тебя съедут. Следующим воплощение. Ну надо зверям молиться. Абам! Молишься духом гор. Наводнение, землетрясение, тайфун. Набежали варвары, тебя убили. Ну, кашмар, что делать вообще? Непонятно. Простое решение нашли, очень изящное. Сказали, так, вот есть камни. Во всем есть камни, духи. Их надо поддерживать в благорасположении, чтобы выживать. Но камни огня, камни воды, камни войны, камни посевов, они разного человека требуют. Значит, человек не важен. Важно то, что он делает. Важен ритуал. Соответственно, ты можешь быть негодяем, убийцей, предателем. Правильно, ритуал делай, ты хороший. И у тебя все будет хорошо. И духи к тебе будут благорасположены. Очень кажется, что они двуличные. Знаете, это известно выражение, что японцев три языка и шесть сердец. Они не двуличные. Просто форма и содержание у них служат разным целям. Содержание, оно направлено на достижение цели, а форма, чтобы сохранить гармонию. Это очень важно для понимания в дальнейшем. Вы увидите во многих моментах. Собственно говоря, в этот момент начинается Хаэн-Зидая, это самая мирная эпоха Японии. Рассвет ее культуры, рассвет искусств, рассвет социальных знаний. И вот, собственно говоря, то, что мы сейчас говорили, кто-то может спросить, а где, собственно, самурали? Где эти благородные воины с мечами? Да не было их еще тогда. Они были варварами. Настоящими варварами. И считали его просто дикарями сравнение. Аристократия на тот момент была изнеженной, женственной. Она занималась культурой и искусствами. Централизованной армии даже не было. А вот на местах там что-то сражались, воевали их, презирали. Ну, вообще, грязные воины. Но при этом, опять и опять эти парадоксы, это противоречие в Японии. Аристократия была немножко очарована. Простоту этих воинов. Их наивностью, прямотой, да, они всегда нашли в пользу, но они все равно были вот именно такие честными, прямолинейными. В каком-то смысле, хорошими людьми. В каком-то смысле. Это было прообразом того в Абисаби. Тяжело тоже понимаемое в европействе понятие «простота с налетом старины». Задолго до этого уже оно здесь появляется, вот в этой дикарской простоте. И в дальнейшем, каждый раз, когда возникал кризис самурайского мира, политические, идеологические лидеры, они вращались назад. Вот это вот простоте, когда воин, ходив в походах, ел простую пищу, спал, положив под голову не подушку, а руку или шлем. Ну и, соответственно, герой в данный момент, в литературе, трагический персонаж, уже появляется этот трагизм смерти, который, собственно говоря, мы изначально уже затрагивали. То есть персонаж, он легко, ну, высоко взлетает, и быстро, но быстро затухает. И трагизму добавляет то, что в этот момент складываются связи. Связи между самураями, между аристократией. Но зачастую это связи не на кровной родстве, а на социально-экономических связях. И поэтому часто брат против брата, сын против отца, потому что служат разным господам. Ну, собственно, да, здесь начинается служение. Служение самураев. Некоторые, поскольку здесь столкновения постоянно не призывают к организации людей. И аристократы, которые собрали под собой некоторые колеса воинов, они имеют уже и политическую власть, и некоторую экономическую, и военную. Неудивительно, что это приводит к столкновениям, бунтам против центральной власти. И, собственно, вот можно увидеть, в 1192 году Минамото Нойеритом становится первым сёгоном, великий поколитель варваров. То есть формируются две ветви власти. Военная, самураем, собственно, и аристократическая. Они конкурировали между собой, боролись. Но здесь было уже закреплено главное, то, что земельное дело. То есть сёгун, он даёт земельное дело своим воинам за походы, за определённые достижения. В ответе служат. То есть появляются идеи служения. То есть ты должен служить своему господину, правительству, в каком-то степени. И при этом в дальнейшем начинаются в ходе конфликтов эта тема служения, она переходит немножко в другую плоскость. Служатый должен добиться победы. Соответственно, неважно, как будут называть самурая тигром или собакой. Важно, чтобы самурай побеждал. Вот такая идея. То есть идеи благороста, бусидо и тому подобное, это очень поздний период. Понятное дело, что в ходе войны все средства хороши. И понятное дело, что здесь мы сталкиваемся и с предательством, и с изменами, и с ударами в спину. И это даже превозносится как добродетель. То есть ты добился цели. Ты свое служение выполнил. Ты молодец. Но, но, земельные наделы, это хорошо. Однако самураи занимались войной. Ну, я думаю, все понимают. Все слышали истории, даже, скажем так, про людей, которые выиграли в лотерею. Через год они еще беднее, чем были. Такая же ситуация. Самураи, они были воинами, но не управленцами. Соответственно, они довольно быстро начинают терять богатство, которое они приобрели. И, соответственно, начинаются конфликты, то есть появляются обнищавшие, появляются те, кто просто бродяги. С другой стороны, другие стараются захватить земли. Со временем этот сигонат сменился, то есть захватили власть другие самураи. Начинается борьба за власть, начинаются постоянные сражения. До Сингоку, Зида, еще далеко, но воин уже очень много. Это порождает множество мастеров. Мастеров меча, мастеров оружия, которые становятся легендами, но у них остается одна маленькая проблема. умирают быстро. То есть, соответственно, человек гений, он победил многих, он прославился, но его наследие не живет. Потому что он обучил одного ученика, обучил второго. Те, может, тоже кого-то обучили, но со временем это угасает. Люди погибают, традиция не сохраняется. И к этому моменту не было еще до сих пор каких-то методов хорошего обучения, в частности, нарабатывали. И так было до появления, собственно говоря, нашей школы. Это была первая школа, в которой сформировался комплексный подход к обучению. Это один из немногих основателей Даса Тейсарейнау, хотя он был кенсей, святой меча, признанный воин, но он, к счастью, это был один из немногих таких воинов, кто умер в своей постели, окруженный родными и близкими. Все знают, это тоже, меня зовут Амусашев, прославленный воин. Полком ничего после я не оставил именно из учеников, да и сам умер. Полком неизвестно где. Это всегда была проблема. Сейчас мои коллеги покажут вам раздел АМАТЭ, то есть то, с чего начиналась наша школа, это именно бой в доспехах, бой на поле боя, когда важно наносить удары мощно, мощно размашивая зимы части доспехов, сокрушать противника и сразу идти дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего не разбили, это уже хорошо. Собственно говоря, после испытаний самураев на полях сражений наступила эпоха мира, период этого. Собственно говоря, это тот самый период, который более всего прославлен, который мы чаще представляем, на самом деле, когда говорим про самураев. Это тогда, когда были официально закреплены пять сословий, когда самураи получили эксклюзивные, скажем так, права, носить два меча. И окончательно они были закреплены не как просто, как слуга. Поменялось написание иероглифа, то есть это теперь они именно на службе. И происходит решение следующего проблемы. Огромное количество воинов. Громко. После гражданской войны, которая делилась столетия. Утек дети. Естественно, нужно на службу отправить. Соответственно, большинство самураев стараются пристроить, делать чиновниками, делать управленцами на местах. Научить вести их хозяйственную жизнь. Но все равно традиция остается сильной. Поэтому самураям все равно предписывается. Твое главное занятие заниматься боевыми искусствами. Это твое отличие от крестьянина, от аристократа, прочих сословий. Поэтому многие не отказываются изучать что-то другое, кроме боя. Появляется огромное количество школ меча. Тех, кто послужил теперь. Ох, я научился многому, я многих убил, сейчас буду учить. Либо наоборот, никого не убил, но кушать надо, давай буду учить. Такое тоже встречается. И появляется огромное количество воинов без места службы, которые странствуют, устраивают беспорядки, с бандитами, пытаются кому-то наняться. Кто-то пытается вести хозяйство, но самураи, как я говорил, это воины. Они не особо хорошо умеют распоряжаться имуществом. Они этого не знают. Вопрос отсюда. Интересный вопрос. А до этого были долгие периоды, когда у них были земли, когда у них было какое-то имущество. Самураи воевали. Война постоянно, гражданская война, или просто показать соседу, что он косвенно посмотрел, разобраться с ним. Нет времени на это заниматься этим имуществом. Кто занимался хозяйством в самурайских владениях? Вот это знамецников, которые были... Замецников, которые наставляли... Это самураи, оставляли после тебя. Смотри за имущество. Так, вариант. Жены. Старики. Старики. Если доживали, да? Ну да. Так, вариант еще. Переходило в управление государственной собственности. Были, были такие тоже случаи, но в случае Японии это не так. Можно на картинках посмотреть. Женщины работали наравне с мужчиной. Более того, 90% общества были, по сути, нищие крестьяне, да? И вот среди них царил матриархат, большая часть истории. Что касается самураев и аристократии, там менялось. В зависимости от того, насколько конфуцианство становилось сильным. Как раз период Эда, это период, когда общество начало упорядочиваться, появилась иерархия, ценности конфуцианства возобладали, женщина предписывала скромность, держаться за мужчиной и тому подобное. Подобно же будет в период Мэйдзи, когда вроде как реставрация, но женщинам ущемляя в промахах просто ужасно. Но на протяжении всей истории женщины, как только их начинали угнетать, они отвечали тем, что они становились воинами, они уходили в искусство. В древности была женщина-император, и она прославилась. В этом нет ничего странного, потому что действительно общество к этому располагало, и ценности располагали. Была возможность. Это сильно отличало, и женщины, соответственно, владели хозяйством. То есть она могла быть скромной, самурая у аристократа, тихонько сидеть с ним на собраниях рядышком, подносить чай. Самурая важно сидел, кивал, все, решим. Потом он уходил, а женщина распоряжалась. А куда, собственно, выделять деньги? Как распоряжаться имуществом? Ну, это была только лишь отсрочка, потому что все равно амбиции возобладали, самураи разорялись, купечца все выкупала. Приближалась пора больших перемен, приближалась пора открытия Японии. Но до этого, как я говорил, было очень много школ, которые сражались на улицах городов. Требовалось новый подход к сражению. Требовалось понимание, как сражаться не просто на поле боя, а против одного противника, который, тем более, не защищен доспехом. Мои коллеги сейчас покажут другой раздел нашей школы. Это ГАГЕО, это бой без доспехов. Больше резов, ударов вообще во все тело, поражения, все возможных открытых зон. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте посмотрим, как у нас происходило изменение. Была изначально простота, потом было служение. Победа любой ценой. Служение, несмотря ни на что, даже через предательство захватывать власть. Служение государству. Самураз становится частью большого государства, он служит государству. Но когда Японию принудили к открытию своей границы, у всех наступил большой-большой кризис. Потому что увидели, что другие страны развиты намного больше. Япония могла впасть в зависимость, она могла потерять свою идентичность. У японцев развился ужасный комплекс неполноценности. Им казалось, что в стране просто нет ничего хорошего. У белокожих варваров корабли лучше, оружие лучше, экономика лучше. Все у них лучше. Начинается поиск новой национальной идеи. А это уже было после периода Эда. То есть, когда наступил очень серьезный кризис, когда уже забылись те, кто умерли. Те, кто уже сражался на реальных полях сражения, умерли даже их потомки. То есть, само понимание, вот эта война начала теряться. И начали это искать. Начинает формироваться милитаристическое государство уже. То есть, когда централизованная армия, когда все сферы работают на войну. Когда начинается пропаганда войны во всех СМИ. То есть, долг перед Родиной тяжел, как гора, но смерть за нее легче птичьего перышка. Такие вот начинаются формы используют риторические. Как раз здесь становится известно то самое Хагакура. То есть, начинает пропагандировать. То есть, если Ямамото Цунатомо, он говорил так, что самураи должны сохранять этот дух. Причем, он сам жил в мирное время, он не сражался. А как любое воспоминание о хорошем, прекрасном прошлом, это всегда гротеск. Он для самураев придумал гротеск, постоянное стремление к смерти. Но государство со всей мощью, со всей пропагандой этот гротеск возвело в абсолют. Распространено на всех людей, национализировало тела. То есть, каждый человек должен быть готов отдать свою жизнь, свое тело на благо государства. До таких абсурдных для нас вещей дошла пропаганда. И действительно, то есть, культ смерти, он активно применялся и в русско-японской войне, он был и во Второй мировой войне, то есть, Камикадзе, все знают. Но от этого отошли, конечно же, со временем это исправилось. То есть, сейчас уже никакого культа смерти в Японии нет. Уровень самоубийства, он уходит на самом деле на уровень европейских стран. То, что осталось для японцев, это действительно память о этом самурайском прошлом. Теперь японец, он не пытается умереть, не пытается убить кого-то, не пытается погибнуть своим господином. И это просто культурная ценность, память об этих временах. То есть, когда японец прикалывает значок на пиджак, тягивает галстук, идет на офисную работу, он вспоминает это, это его гордость за своих предков, это его традиция. Он чувствует действительно себя самураем, который исполняет долг. Главное, что они взяли из этой традиции. Ну, что касается оружия, действительно, с чего мы начали. Техники рукопашного боя, они выросли из оружейных техник. Покажем буквально некоторые моменты сейчас с коллегами. Евгений, можно поставить по бокам? Просто разберем некоторые моменты, как они эволюционировали. Например, Евгений, известно движение карате, то есть, обычный удар в грудь, который делается. Да, то есть, он не наносится от пояса, и достаточно неудобно с нашей точки зрения позиции. По-разному, можно еще раз. Странно достаточно, на самом деле. Но, если посмотреть, как извлекается меч. Дальше. Вот оно. То есть, от пояса руки в разные стороны. По сути, это адаптация привычной модели движения к рукопашному бою. Собственно, сам рукопашный бой они знали и в древности. В нашей первой форме, аматы, пожалуйста, есть, например, один из ударов, который обычно не показан, но подразумевается. И после этого. Обратите внимание, удар наносится рукоять. Точно так же, в гагео, в безоспешном бое, в третьей форме, есть удар в солнечное сплетение, очень яркий. Очень ярко выражено. И опять же, Илья, можно просить рукоять? Опять же, наносится рукоять. Соответственно, форма удара, она тоже отличается от нашей. Потому что она адаптирована от удар рукой с мячом, просто в ближнем бою. Отсюда же развиваются все формы борьбы. То есть, даже вот этот вход, который только что показывает, он превращается в борьбу, по сути. Это превращается в бросок. Да, да. Он через себя, но чтобы не травмировать друг друга. Это просто для примера. Опять же, можно просить айкидо, который многие критикуют за то, что нереальный удар. Действительно, если, например, Евгений будет бить меня просто рукой, я начну с ним бороться, то есть ударить другой рукой. Либо же, если он начнет, наоборот, освобождать свою руку, я его отпущу и ударю. Все меняется, если атака наносится рукой с мячом. Да, и теперь... Выходи получше. Да, да. Поехали, поверни здесь. Да. И вот теперь, если начнется борьба, то Евгений никогда не отпустит руки. Потому что, как только он отпустит руки, сразу получит удар мячом. То есть все эти традиции японских боевых искусств, они вышли из оружейных техник, и продолжают так или иначе хранить вот эту традицию. На этом мы заканчиваем. И желаю, коллеги, вам мирного неба, мира в жизни, гармонии. И ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста. Ну вот вы рассказывали о проблеме передачи искусства боя от поколения к поколению и проблеме формирования школ. А как в итоге, так и не осветили эту тему, как школы все-таки сформировались в том виде, в котором они есть сейчас, и как удалось сохранить это наследие, как удалось его развить? Это будет объединено подобие цехов в Европе или как? Нет, здесь получилась такая ситуация. То есть, Которий Синторю, она не создала всю методику обучения. Она постепенно формировалась на протяжении многих лет. Кто-то придумал одно, кто-то другое. Накопился критический объем знаний, который был очень удачно объединен в одной школе. И гений, конечно, создателя школы, то, что он смог это формировать так, что оно передавалось в подтверждение поколений. Ну и, конечно, патриарху, которые потом это наследовали. Но, будучи разработанной один раз методология, естественно, разошлась. Естественно, на базе этой методологии начали появляться другие школы. Ученики школы, уходя в другие провинции, они основывали свои школы. То есть, Касима, одна из известнейших школ, она имеет ростоз нашей школы. Школа породила огромное количество веток, в свою очередь. Это первое. То есть, методология разошлась. Во-вторых, это интереснейший момент в плане экономики. Когда нанимали самурая, надо было понять, что он умеет. Сразиться, если ему дать. Есть шанс, что хотя бы один из бойцов умрет. Кто его умрет? Ты такой сидишь, и у тебя двух бойцов сразу не стало. Грустно становится. А деньги потрачены, по крайней мере, в одного уже вложены. Поэтому смотрели на сертификаты. То есть, это свитки, где пишется, что такой-то получил техники такой-то школы, кто-то узнал. Либо основал он такую школу, и вот у него тоже есть ученики, соответственно. И за это платились деньги. Соответственно, многие мечники, они пытались так. Я вот в этой школе поучился, ага, свиток. Вот здесь поучился, ага, свиток. Я сам свою школу основал, у меня свиток. А вот тут еще клевый мастер, задружусь с ним, он мне подпишет. Опа! И уже там 200-300 кокуриста есть у него доходы. И это как раз спровоцировало взрывной рост в свое время школ. То есть, когда каждый, кто что-то хочет достичь, он основывает свою школу, дает громкое название и давай учить. Вот и все. Централизованных вот объединения цехов не было. Наоборот, они постоянно конкурируют, у кого уменьшеннее. Спасибо большое. У меня еще вопрос. Мне вот интересно, ну например, рукопашный ход в любой стиле, это более-менее применимо на практике. Мало ли кто нападет, тебе отопьешься. А меч просто с собой не будешь таскать. Тебе менты остановят элементарно. Мне кажется, это незаконно. Не надо вообще меч носить, это однозначно. А если... Ну а тогда где можно? Если вопрос... Мастер этого меча, ну получается, ты только можешь на соревнованиях выступать? Либо вот показывай как... Соревнований нет. Тренировка. Не можем выступать на соревнованиях. Можно я? Пожалуйста. Коллега, ну в первую очередь, да, давайте сразу определимся. Не нужно таскать меч на улице. И никто не будет отбивать. Дай Бог, никогда не пригодится. И вы никогда, даже если вы учитесь, и вы мастер, никогда его не примените. Зачем вам убивать людей? Подумайте, Саня, об этом. Наш глава нынешней школы, Даг Сенсей, сказал очень хорошую фразу даже в видео в этом интернете. Сильнее, быстрее и выше — это не бусидо. Бусидо — это отойдите в сторону, я все сделаю сам. Это готовность взяться за трудное, за то, что другие, может быть, не хотят делать. Отдать себя какому-то делу. Это воспитание. Давайте простой пример. Есть разные уровни культурного развития даже у нас в городе. Есть рабочие районы, которые плодят таких же людей, которые сейчас на лавочках сидят. Есть семьи, которые воспитывают хорошо. То же самое в средневековье и сейчас. Очень важно воспитание человека. То есть это у нас приходят люди в основном в сознательном возрасте. Японии с 14 приходят, отдают детей, если семьи там старые, с историей, скажем так, с родословной, отдают детей в традиционные школы. Это именно этот воспитание. Воспитание даже не только духа там или тела. Воспитание, в принципе, гражданина, воспитание, в принципе, хорошего человека, готового помочь другим, готового защитить слабого. Мечом, не мечом, это уже третий вопрос. В школе есть рукопашные техники, кстати. Но дело даже не в этом. Да, коллега, понятно? Ответил на этот вопрос? Да, да, да. Спасибо большое.